Приветствую вас и раз уж так получилось, что вы обратились к нам за помощью, то давайте не будем спешить, давайте не будем ломать вообще вашу жизнь. Давайте постараемся разобраться в ситуации максимально полно, максимально подробно, чтобы решение, которое вы по всей видимости примете, было наиболее отвечающим вашим потребностям. Итак, ваш муж, гражданский муж, понятное дело, оказался в наркотической зависимости. Вы об этом не знали, конечно, для вас это безусловно новость, для вас это безусловно удар, это понятно. Но давайте подумаем так, как мужчина сам относится к тому, что у него наркотическая зависимость. Ну вот, он полгода принимает. Понятно, полгода принимает. Во-первых, очень важно, что принимает. Во-вторых, очень важно понять, что заставило мужчину принимать. То есть, какие обстоятельства в жизни у него случились, произошли, все заставило его вступить на такую дорожку. Если мужчина понимает, что его путь, его образ жизни, его увлечение, его зависимость ему вредят, Ну, я надеюсь, несложно догадаться, что в этом случае ему можно помочь. Можно сделать соответствующие выводы. Можно пройти какой-никакой курс реабилитации, курс выведения из организма вредных веществ наркотических и, суть, освободиться от нее. Но для этого нужно желание вашего мужа. Для этого нужно его стремление что-то делать. Для этого нужно ваша поддержка. Для этого нужно, я думаю, упорство, терпение и желание разделить с человеком, по сути дела, его тяготы. Это только при том условии, если у мужчины есть искреннее желание избавиться от своей зависимости. Следующий важный вопрос. Любит ли он вас? Честно говоря, вопрос подобного плана является, ну, вообще-то говоря, основным. Если мужчина вас любит, если мужчина хочет быть с вами любой ценой, если мужчина заинтересован в том, чтобы сделать вас счастливым, если мужчина действительно хочет с вами ребенка, то полагает на него этот стимул. Для него этот стимул от наркотической зависимости освобождаться. Я думаю, что первый шаг в этом направлении, он сделал, когда признался вам в том, что принимает наркотики. То есть, если бы он был настроен по отношению к вам более потребительски, он бы, скорее всего, придумал бы какую-то историю, легенду, лишь бы вы не узнали правду. Но он вам признался, а значит, хочет быть честным. Да, понятно, что его подперло, скажете вы, понятно, что ему некуда было деваться, понятно, что там анализы и все, но он же мог и о ребенке тоже не думать, просто сказал бы, что не хочет с вами ребенка и все. И вам бы пришлось это... вам бы пришлось это принять. А он, он непосредственно захотел ребенку, он не мог не знать, что за этим последуют анализы. Значит, все-таки что-то у него есть, он хочет как-то быть с вами честным, хочет, чтобы не было от вас секретов и так далее. Если ли так, то спросите твоего мужчину, прежде чем рвать отношения, как он видит вашу дальнейшую жизнь. И понимает ли он, что отношения, они возможны только в том случае, если он готов бороться с наркотической зависимостью. Если не готов, то тогда... Простите, но вам действительно с ним не по пути. Простите, вам тогда нечего делать мягче и, собственно, лучше вам от него действительно уходить. Следующий ванний момент, который мне хочется вам сказать, который мне кажется важным, заключается в том, что у мужчины был и по всей видимости остается стимул к тому, чтобы испытывать потребность с наркотиком. Вам нужно это обстоятельство раскрыть по возможности. Вам нужно понять, какая жизненная ситуация спровоцировала спровоцировала человека на то, чтобы действовать именно так, решать свою проблему именно так, чтобы бежать от каких-то противоречий в себе через наркотическое опьянение. Какой внутренний конфликт мужчину заставляет выбирать именно такой путь существования? Какая неразрешимая проблема на него дарит? Ведь как бы вы не боролись с зависимостью, как бы вы не боролись даже вместе с наркотической зависимостью вашего мужа, если это изначальное обстоятельство будет сохраняться, то простите, никакая борьба не поможет. Потому что внутренний стимул к тому, чтобы принимать наркотики, он останется. И мужчина возвратится к ним в течение какого-то времени. Итак, суммируя то, что я сказал, можно сделать вывод, что вам нужно двигаться в нескольких направлениях, прежде чем принимать решение. Первое направление это касается ваших отношений с мужем, то есть как он видит ваше дальнейшее совместное проживание. Второе это то, как мужины относятся к своей наркотической зависимости сам по себе, как он ее воспринимает, какие у него платы ответить на нее в будущем и так далее. И третий момент это что его заставило вступить на этот путь. Проработайте эти три аспекта и если мужчина хочет быть с вами, если мужчина хочет освободиться от наркотической зависимости, сам понимает, что она ему вредит, она ему мешает и не дает ему возможности нормальную жизнь, а также если у вас получится вскрыть основную проблему, причину, по которой мужчина выбрал такой путь, а это слабость, это соблазн и так далее, это невозможно совершить какой-то внутренний конфликт, то в этом случае можно отношения не рвать и попробовать все-таки их сохранить, а мужчину избавить от наркотиков, когда он будет вам безмерно благодарен, это вас сблизит и сделает ваши отношения еще более крепкими. Но если ответ на один из этих вопросов будет отрицательный, то тогда вам нужно действительно с ним расстаться, действительно нужно от него уйти и жить уже другой жизнью, потому что если вы заметили сомнения в том, что мужчина хочет избавиться от этой пагубной привычки, то скорее всего он будет продолжать это и вы получите от жизни с вашим мужчиной только лишь негатив и переживание, а также нервы и постоянное отсутствие денежных средств. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.